Приветствую вас на канале RedCat! Сегодня я вам покажу один секрет, о котором знают довольно-таки много людей. Его рассказывал Криккрафт. И сегодня я решил посмотреть, действительно ли он существует, не кликбейт ли это, и попробую сделать все то же самое, что делал Криккрафт, чтобы проверить, так ли это. Итак, ребята, если вы только загрузились на сервер, если вы только загрузились в эту главу, вот видите, у меня сейчас таймер идет 9.50, сразу же бегите вот сюда вот, подбегаете к этому окошку, вот к этому, приближаете, что под первого лица и... слышите? Вы услышите? Вы услышите какую-то музыку, которая раздается из какого-то радио. Почему вы слышите ее только здесь? Дело в том, что как раз через стенку от меня находится радио. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, если тут будет открыто, вы сможете увидеть, вот видите, радио. И из этого радио идет эта мелодия. В этой мелодии очень странно все, потому что мужчина что-то говорит, и женщина называет какие-то непонятные числа. Давайте дослушаем до конца эту музыку. Все, слышите? Это конец. Все, ребята, она закончилась. Еще одна странность у этой мелодии, это то, что ее могут услышать только те, у кого есть вип-сервера. И то, вы должны ресетнуть свой вип-сервер, и только тогда зайти, тогда вы услышите. Если вы опять сделаете ресет, зайдете, опять услышите. Если вы, как сейчас я, не сделали ресет, а просто зашли уже второй раз, то вы ее больше не услышите. Вот такая вот тоже интересная особенность. Ну что ж, ребята, давайте разгадаем, что ж это такое. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Ну что ж, ребята, чтобы прослушать всю мелодию, мы отправляемся в твиттер Минитуна. Здесь он публикует своего композитора, который пишет ему песни, точнее мелодии к его эпизодам. Итак, ребята, заходим, это Bass League, и вот здесь вот находится его вся музыка. Вот, смотрите, Recording Tape, Game Version. Как раз версия для игры, ребят, давайте слушать. Смотрите, ребята, я сейчас слушаю эту мелодию и параллельно выписываю те числа, которые мне говорит женщина. Кстати, я не уверен, что это женщина. Если поменять, скажем так, эту музыку, если сделать некоторые, скажем так, изменения, то вполне это может быть и мужчина озвучивал, просто ее немножко изменил. Короче, что интересного в этой мелодии, ребят, ну и, соответственно, в этом тексте. Женщина у нас, ну, как мы слышим женщину, что она нам произносит цифры, я их сейчас все выписываю. Также параллельно с ней мы улавливаем, что что-то говорит мужчина, но его... Слушайте, сейчас я опять говорю. Но его слова очень неразборчивые. Дело в том, что если поменять немножко эту запись, я не знаю, как правильно это сделать, крик крафт это сделал, у него получилось, то тогда мы отчетливо услышим именно мужчину, а женщину вообще не будем слышать. То есть, просто изменив тональность в этой, скажем так, мелодии, в этой звуковой дорожке, мы можем понять, что говорит мужчина. Сейчас, ребята, мы должны услышать все числа, их всего 37 должно быть, после чего будем дальше расшифровывать этот код. Кстати, у кого получится расшифровать то, что говорит мужчина, напишите мне в Дискорд, мне очень интересно, как вы это сделаете. У нас получилось 37 цифр от 2 до 26. Дело в том, что в английском языке 26 букв, значит, вторая у нас B, четвертая у нас будет, ну, подсказывайте, D, пятая тут нет, шестая F, седьмая G, ну и так далее. То есть, тут у нас буквы мы ставим такие, как у нас идут в английском алфавите. На каком месте у нас какая буква, такую, соответственно, мы и заменяем на то число, которое у нас было. Таким образом, мы расшифруем полностью весь этот текст, можно сказать, зашифрованный, и получим просто буквы на английском. Теперь осталось подобрать к ним шифр и сделать из них более что-то понятное. Сейчас я отправляюсь на тот же сайт, где был Криккрафт, и использую тот же метод, тот же шифр, чем он расшифровывал. Сверху вы увидите его название. Можете сверить, у меня все то же самое, как вбивал Криккрафт. Один в один у меня все так же получилось, как и он. Но, ребята, результат получился другой. Не знаю почему, но одна буква другая. Смотрите, от башкипчер. Таким способом я расшифровал, и вы видите, что у Криккрафта, вот предпоследняя там буковка Y, красным ее выделил, у меня она B. Почему-то у нас тут не совпало. Возможно, глюканул как-то именно этот расшифровщик. По итогу действительно все получилось, как и у Криккрафта. Тут действительно были зашифрованы слова, и я переставлял последнюю букву в начало, и получались целые слова. И у меня вот получилось красное, то, что сверху. Понятно, что осталось Т и два О, это, скорее всего, ТУ. Итак, мы получаем целую фразу. Она именно в таком порядке и стояла. Фраза звучит на русском так. Мы остановили их там, и остановим вас тоже. Возможно, это военные, возможно, зараженные. До конца непонятно. Возможно, у вас есть свои предположения, что это может быть. Сейчас, ребята, давайте переходим ко второй части, о которой я говорил. Криккрафт каким-то образом поменял эту запись, изменил тональность и так далее. И теперь мы сможем услышать Зизи Вилл слова мужчины, который говорит. А женщины, наоборот, ничего непонятного теперь стало. Если кто-то знает, как это сделать, ребят, напишите в Дискорде. Мне будет интересно, я бы хотел сам попробовать это сделать. Ну что, у нас уже есть первая фраза, и мы слушаем следующее. The Insolence. Кстати, ребят, до сих пор не знаю, как правильно перевести это слово. The Insolence – это дерзкие, скажем так, такие люди. Calls to you. The Insolence calls to you. Почему они нам звонят, непонятно. Help me. Слышали, да? Он явно сказал так. Help me. Run. Her hand. Ее рука. Это может быть или про Баджи, либо же про Зизи. Это у нас два варианта. И та, и та была поцарапана. Gone. Я думаю, что именно в таком контексте должны по два в одном предложения, но, может, я ошибаюсь. И так, ребят, если мы дослушаем до конца эту запись, то у нас получатся некоторые загадочные фразы, которые... Smile for him. Тоже очень интересная фраза. Почему она? Не знаю. Ну что ж, ребят, получился вот такой вот текст, который я тоже для вас перевел. Первая фраза – Зизи никогда не будет говорить. Вторая – наглость взывает к вам, или дерзый взывает к вам. В общем, Insolence. Я не знаю, как правильно перевести с этим словом. Это Mr. Stitch, и все, что его касается, называется Insolence. А как на русский правильно это перевести? Наглость? Ну, не знаю. Как-то, может, другое есть какое-то слово. Дальше. Помогите мне. Потом было слово «бежать». Потом ее рука. Следующее слово было «ушла». И последнее, что сказалось как бы вместе, было – это то, что улыбка для него. Эти слова можно по-разному трактовать. Зизи никогда не будет говорить, ее рука ушла. То есть, Крикрафт уверен, что она себе отрубит руку и, соответственно, выживет. И это именно про нее говорится. Также у него есть предположение, что это там вообще какая-то будет армия этих зараженных на том, скажем так, острове, или куда мы едем через море, и мы все там их увидим. Но если честно, мне кажется, это просто описание наших эпизодов. Третий эпизод. Зизи никогда не будет говорить. Мы помним, что Зизи там заразилась. Четвертый эпизод. Наглость взывает к вам. Как раз в этом эпизоде наглость взывала к Пони, и он говорил, что эта наглость ему что-то командовала, как-то с ним взаимодействовала. Пятый эпизод. Это канализация, и как раз там помогите мне бежать. Помните этот эпизод? Мы помогали убежать из тюрьмы. Ее рука ушла. Это было в шестом эпизоде, к примеру, когда выбили пистолет из руки Вилл, которая приготовилась стрелять. Также это может говориться о Баджи, которая потеряла Рю. Также это может быть о руке Баджи в восьмом эпизоде. Улыбка для него. Это седьмая глава. А это порт, это тот секретный монстр черный, который бегал за нами. У него была улыбка просто до ушей. Ну что ж, ребята, теперь вы знаете достаточно много про расшифровку этой загадочной записи. Если у вас будут какие-то интересные версии, можете присылать мне в Дискорд. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Всем пока.